В произвольном режиме, где работает трансформатор Тесла пачка. Первый импульс длиннее, чем остальные. Вот в пачке, в пачковом режиме, где можно крутить частоту, частоту пачки. И количество импульсов пачки. Это минимально. Как видно, первый импульс всегда длиннее остальных. Тут Олега схема. Где произвольно. Тут где-то скважина 45%. Насколько я вижу. Подключу там, где еще можно скважину срегулировать. Я ее немножко перетел. Вот тут уже настроена маленькая скважность. Плюс отключен, только драйвер подключен. Хочу вот эти колебания, не знаю. Нужно минус на другой. Не там минус, а вот тут минус подключен. А, тогда лучше. Ну тут первый импульс вроде бы нормальный. А нет, тут первый импульс немножко шире, чем остальные. И вот можно скважину срегулировать. Вот. 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 Что-то странное. Вот. Пропадает. Вот скважина срегулируется, потом начинает пропадать. как-то в очень небольшом пределе. Поэтому я не обошел эту регулировку, она какая-то не доделана. Величу количество импульсов. Может на ниже частотах она делалась там лучше работать. Но вот. Да. Это не так. Похожу. Какой-то. Я не знаю. Какой-то. Какой-то. Я, может, там что-то подмодифицировал. В общем, помню, когда раньше была эта скважина, последний импульс все равно как-то, как-то он отставал. У него была частота другая. Он как бы на большее расстояние, вроде бы, отставал от предыдущих. Поэтому я убрал эту регулировку скваженности. А теперь смотрю вообще по-другому. Вот все пропадает. Немножко подкрутил. Поэтому я избегаю, не на этом проводе, подключаю на другой, который я там сделал и обошел, чтобы скваженность не регулировалась. Вот тут вот. Включаю. А тут скваженности нельзя регулировать. Вот первый шире, чем вот остальные. Теперь вся вот скваженность. Вот. Это регулирует скваженность. Вот. Она так действует. Можно вот так настроить. Вот. Частота. Первый импульс. Шире остальных. Скваженность какая-то слишком маленькая, по-моему. Вот такие недостатки этого генератора. Из плюсов вроде бы достаточно крутые фронты. А после драйвера они там все равно будут крутые. У меня вот конденсатор стоит. От него вроде бы частота зависит. 3,3 на 1, то есть 330 пикофарад. Вот такая частота. Тут уже одна микросекунда в синус превратилась. Одна микросекунда это значит 10 кГц. Тут даже 2-2 периода влазит. Тут уже чуть больше, где-то 22 кГц получается. Можно немножко другие конденсаторы построить. Не будет выше, чем только. Вот. 101, 100 пикофарад. Поставил. Вот первый все равно немножко шире. На 1 МГц ставим. И сколько тут влезет период. Такая частота будет. Теперь считать надо. 1, 2, 3, 4 с копейками. 4 с лишним. Значит 4,5 МГц где-то. Вон видно как первый импульс что-то не то творится. Вот. Частота вот этим регулируется не в широких пределах. Но подбирая конденсатор можно любую частоту подобрать. вот теперь 2 МГц. 2 с лишним. Может 2,2. От 4 до 2 МГц регулируется. Тут лучше было бы оборотник. Ногоборотник поставить, чтобы более плавно регулировать. У меня эти ногоборотники, мне нравится, что они иногда прокручиваются и нет никакого треска. Непонятно. Или ты прокрутил или нет. Или просто в пустую крутишь. Вайфхак. Как утеплить балкон. Этот лейвлак тут несколько не совсем получился. Отклеился. Столько изоленты потратил. А тут вот с этой стороны вайфхак. А саморезами прикручена такая. Теперь тут уже не слышно, чтобы дуло. Раньше тут так руку приложишь. Было слышно вот как дует. А вот тут внизу. Вот тут слышно. Тут вот это вот прикрыт. Такими от бутылки прикручено, чтобы прижимало. Вот так пронжунило. Ну и вот тут еще от конструктора. И бутылки прикручены. У меня раньше было полно аффектов, когда крутил, либо пошпыл о частоту даже без Теслы. По-всякому скрипел там горшок. Потом я поставил 100 нанфарад конденсатор. Вот такой вот тут между минусом и плюсом. Тогда вообще пошпыл начал очень много потреблять, но как-то там частота сбивалась. Вообще что-то не то было. 100 нанфарад 275 вольт. Вот такой. Тогда я поставил 1 микрофарад 250 вольт к 7317. Теперь всякие эффекты пропали. Даже когда Тесла работает. 100 грамма пачками работает произвольно. С пушпулом не синхронизовано. Вот теперь буду частоту крутить пушпулом. Вот резонанс меняется, лампа погаснет. Раньше бы уже начинало тут всё скрипеть без этого конденсата. Так вот кручу, ничего не скрипит. Никаких наводок не ловится. Интересный полдистор хочу показать. Емкость инкутка подистанта 2400 пикофрад. Вот тут самое интересное. Турн ОН Дилай Тайм 10 на секунду. Райс Тайм 5 на секунду. Турн ОН Дилай Тайм 67 на секунду. Это неважно. И Фаул Тайм 4,5 на секунду. Такая идея возникла. Заряды текут. То есть электроны текут от минуса к плюсу. Вот тут получается минусы. И они выходят и идут в плюс. И если много таких острых насадить, то может от минуса пойдет заряд, и тут появится приманка. Заряды текут. Продолжение следует... Продолжение следует...